Чу как, зрители! С вами Гагатун и... И своти, да. И сегодня мы посмотрим долгожданный трейлер защитников, который выйдет в следующем году. Ты готов? Да, я готов. А, кстати, прошлый ведь был тизер-трейлер, да? Да, всё это был тизер. Сейчас они по-настоящему. Сейчас, понял. Бюджет на месте. Всё, и спецэффекты все на месте. Теперь мы увидим. Всё это там, недоделки какие-то выкладывали, показывали. Несерьёзно было. Сейчас всё серьёзно будет. Всё, давай. Поэтому давай. Три, два, один. Поехали. Шесть плюс, уже хороший знак. Ты идёшь на блокбастер, хочешь увидеть? Шесть плюс. Могут погрузиться в это все. От малых до взрослых, понимаешь? Мы прослушали сейчас сюжет. Она говорит, мне нужно собрать команду из неожиданно крутых людей, да? Да. Как называется миссия? Все щитники. Просто я привык, что не говорят в этих трейлерах, потому что в прошлом никто ничего не говорил. А в этом музыка одна и та же. И они такие... Мишка такой! Смотри, смотри, микрофон-то получше стал. Изморозка-то этот, мышка. Ой, мышка-мишка. Хочешь узнать, как это сделали с тобой? Пошли с нами. Кто? Хочешь узнать, как это с тобой сделали? Я тебе покажу, как это сделать. Действующая армия оказалась бессильно перед натистком противника. Все бабки... Этот кадр просто... Это вообще звездных войн вышли. Песочные бандиты. Что? Ты такой смотришь, что? Они тоже такие. У них там шесть глаз разных. И ни одни не расположены, где настоящие глаза. Они такие, что? Мы не видим, что? Просто это феерия компьютерной графики. Ты чувствуешь ее? О-о-о! Даже слишком громко. Я даже уже не слышу. Видимо, эти танки, паучины, они будут особой части фильма. Чувак с камнями без тылок. Человек-картошка. Ну, этот... Серб. Пытался заказать нормальные мечи, дали это. Это Стангинская башня? Да, они ее зачем-то тащат, короче, куда-то. Как муравьи. Да-да, вертолеты муравьи. Это орет просто. Просто миссия по переносу Остангинской башни. Все-все взрываетесь. Бля, надо перенести. Я ждал этого трейлера, можно сказать. Все, обратного пути уже нет. Спецкостюмы. А ты нахуй идешь? Ты медведь вообще, какой у тебя костюм, тупец. Мы дали пулемет. Ой-ой-ой. Смотри, как он выглядит, блядь. О-о-о. Это такая появляется через компьютер. Да-да-да. Такая заставка. Опа, чё такая. Опа, чё я тут. Господи. Ну, дальше, с чего начать? С чего здесь начать? Просто с самого начала начну я еще раз. Этот пафос. Этот пафос, как будто они реально думают, что... Ну, не знаю, каким надо будет. Реально нужно шестилетними детьми идти на этот фильм, чтобы... Даже не на фильм идти, а на трейлер, смотри, шестилетним, наверное. Чтобы изначально пойти на фильм. Понимаешь здесь, в чём суть? Я вот недавно смотрел небольшое интервью Сарика Андреасяна, точнее, такие сводочки, уже подводящие итог по этому интервью. И он говорил, что, во-первых, у Защитников нету, ты же знаешь, да, никакой комиксной основы. Ну да, да. Поэтому сложно. Сложно. Просто, блядь, придумали по ходу дела, типа того. Вот. И как он сказал, что сам он комиксы не читает, ими не увлекается. Комиксы для тупых вообще, кстати. Да, типа, а если и покупает их, то только ради графической основы. То есть ему плевать на сюжет, он их никогда не читает, и считает это глупым занятием. Нет, я просто вот момент 0.51, вот этот кадр, где у них вот это торчат множество этих глаз, они как... Да, да, да. Я не знаю, это как мега Сэм Фишер какой-то. Сколько у него? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Когда ты переиграл, да. Зачем им столько... Зачем? Что делают конкретно каждый? Зачем? И этот робот, который врывается с заднего плана. Мне кажется, это кадр из нового Спитерселла просто. Делюкс Эдишн, когда у них такие масочки. Ну, хуй знает, зачем это, я не знаю. Я говорю, похоже на чуваков из Звездных Войн, помнишь? Которые там... Да, 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 песчаных, песчаных, да. Да, да, да. Это просто песец какой-то. Ну, они реально как оттуда ушли эти шарфы и маски. У них еще их за скелетами стоят эти шарфы и это песец. Просто кто-то такое увидел. Какая разница? Да кто будет думать? Блядь! Такие сидят. Кто будет вообще думать о том, что делают эти глаза? Да похуй. Вот. Это, видать, главный врач. У них даже дым не одного цвета везде. Ты заметил, они даже не могли корректор на дым поставить, чтобы хотя бы цвет дыма был одинаковый в кадре. Видите? Дикий-дикий запад. И просто вот этот 3D-шный вертолет, который взрывается. Я не могу понять, правда. Ну, короче, я так понимаю, что... У которого рефлексы и вообще не тело. Он вообще не находится внутри, в картинке, блядь. Ну, Гарри, вот как будто они реально... Была картинка, и они забыли еще пару фильтров поставить, просто чтобы хотя бы хоть немного казалось, что оно реально там находится. Этот вертолет, что этот робот. Ну, что это за... Что это за ужас? Если честно, я даже пытаюсь, знаешь, сейчас вникнуть больше вот как... Вот серьезно. Допустим, это супергеройское кино. Похер на все вот эти вот пробелы там в графоне, пробелы во всем, что тут есть. Да, вот просто рассматривать хотя бы со стороны сюжета, но мне кажется, даже и сюжета у этого фильма не будет, потому что я смотрю на кадры, где тащат Останкинскую башню. Но на этом этапе это уже так плохо, что это даже хорошо возможно будет. Я не знаю, что... Это выглядит просто дебильно, но хотя бы... Единственная надежда, что он будет реально... Весь фильм будет идти, вот какая-то такая хуйня. А они будут... На самом деле, как обычно, это здесь показывают, да? Они показывают самые сливки. Они не просто какое-то говно показывают, как нам кажется. А они реально для них-то, они показывают, наверное, самый смак, весь экшен, как они башню тудащат, все дела. И реально в фильме, наверное, будет просто 80% фильма, это будут какие-то тупые разговоры про... Мы кто? Мы... Мы... Мы защитники. Вот. Расскажи свою предысторию, девочка. И вот будут вот такие разговоры наверняка. Половина фильма, и второй половиной будут вот эти хреновые экшен-сцены. Ну, честно, вот эта акробатика. Особенно, когда этот чувак дерется, и у него просто пластиковые эти камни на руках. Да, да, да. Просто пенопластом каким-то, который ничего не весит. И он, типа, такой, вот, я дерусь им. Ты знаешь, как помнишь, в детстве такие были, когда выходил всякие там фильмы, типа Халка, типа, была реклама игрушечных таких перчаток. Ну да, да, вот те что подобное, они... Такая же фигня, по-моему, просто решили эту же осуществить. И одеть такую херню ему на руки. Ты, кстати, в курсе, что «Защитники» — это начало огромной-огромной франшизы, которая будет... Ну, естественно, что же они стали бы снимать? Смотри, сколько сил было вложено, ты видишь, каждый кадр. Сколько спецэффектов. Да просто «Люди Икс Апокалипсис». Там почти такие же хуёвые спецэффекты были, кстати. И Сарик Андреасян говорит, что фильм рассчитан на людей до 20 лет, да? И от 27, у которых всё хорошо с патриотизмом. Потому что люди от 20 до 27 — это пропащее поколение. Вот. Это пропащее поколение, которые считают... Выросли на вот этом голливудском хаусе и считают, собственно, что фильмы отечественного производства — говно. А это не так. Именно поэтому этой аудитории фильм этот не понравится. Вот. Нам с тобой этот фильм не понравится, потому что... Не надо говорить. Мне этот фильм уже нравится, понимаешь? Он уже... Он суперинтересный. Я у нас сижу... Вот. Я про это и хочу сказать. Типа, Сарик, ты не прав. Он нравится. Смотри, какой пиздец ты снял. Ты его хоть кто-то это смотрел, как это выложили в интернете. Вообще вы видели, что вы тут наснимали, блядь? Этот Мишка, он в какой-то момент соском просто подыгрывает в камеру. Это просто смешно. Да. Особенно это мое, когда он бросает человека. Я вот сейчас... В видеоиграх катсцены бывают... В хуёвых видеоиграх катсцены сделаны лучше, чем то, как он бросает это. Это анимация... О, господи. Ну, реально, и 3D, что этот пулемёт крупным планом так показывать. Я вообще не понимаю, но... И дым этот... Чуваки, что за херня? Чё за херня? У кого вы покупали эти спецэффекты? Честно. На горбушке, что ли, заказали? У вас есть чё? У вас есть спецэффекты, где для фильма надо, по-быстрому. Тут ещё просто показывают фантастические твари и отвратительный перевод, который у этого фильма. И там этот... Стоит он такой, типа, а я чё? А я ничего? Он такой, как бы, руками разводит. Такой, не-не-не-не. Просто я представляю себе, знаешь, там чувака, который всё это дело монтировал, добавлял эффекты. И у него на одном мониторе фильм, на втором уроке в After Effects. На третьем фонографии. На ютубе открыто, да. И там он такой, так, чё тут? Вот так? И всё. Видео Капайлот. Он такой, о, ну, надо как-то, короче, тут в город, и надо на него, типа, дым добавить, чтобы сорвалось. Кстати, вообще-то, у Видео Капайлот есть реальный туториал под всё это. Сделать эти камешки летающие, там есть туториал. Сделать эти разрушенные здания, есть туториал. Разве что Мишку у них нету туториала, как сделать. Ну, видишь, они сами справились. Они смогли сделать Мишку. Вот, я тебе так скажу, кстати, вот. Люди, судя по комментариям, по количеству лайков и дизлайков, кстати, как мы начали с тобой записывать этот ролик, было там 1100, 1200 и 900 дизлайков, 1100 лайков. Сейчас 1600 и 1250 дизлайков, 1600 лайков. Когда мы начали смотреть, у меня было 383 лайка и 720 дизлайков, поэтому они, наоборот, набирают лайки. Купили лайки, видимо. Самое интересное, что в комментах люди пишут, типа, ёпта, почему так много дизлайков? Выглядит неплохо. Выглядит, типа, ну, то есть, нет. Ребята, ребята, где патриотизм? Пацаны, пойдет, пойдет. Есть, знаешь, вот эти вот ребята, которые не патриоты и пишут, типа, графониум на уровне 19 века. Вот. Но их мало. Собновали, вот сколько здесь. Ну, реально, они лайки ставили, даже это, сейчас только половина дизлайков. То есть, дети в комментариях не ставили. Странно, но мне понравилось. Но чувак не знает даже, где запятую ставить, поэтому неудивительно, что ему понравилось. Медведь стал гораздо красивее. Да и вообще графику сильно улучшили по сравнению с прошлым трейлером. Вот теперь лайк ставлю, а на фильм 100% выйду. Сарик, умоляю тебя, не подведи. Не подведи. Не подведи. Он просто, мне кажется, это сам Сарик пишет. Сарик, пожалуйста, блин. Сарик. Недостаточно пиздец, и поэтому остается пиздецом. Вот, мне кажется. Но здесь так плохо, что хорошо. Но это не будет великолепно, но ни в одном из этих сценариев. Ты не можешь сидеть такой. Во, пиздец, как это тупо. Да, детка, да. Вот чего я ждал от русского кинематографа. Вообще, при куче недостатков данного фильма, он не засушивает такого количества дизлайков. А за что тогда еще ставить дизлайки, если не огромное количество недостатков? Я не понимаю. А тут бывали подписчики Симонова, а? Маграфония на уровне 19 век. Вот, допустим. Ну, даже ничего. Только меня бесят люди, которые за 10 секунд ставят дизлайк. Люди стали, короче, ставить лайки, потому что много дизлайков. Видишь, у людей заиграло, что им жалко стало. Это как... Ты смотришь, когда на аутистов, и вроде как они могут делать какую-то аутистическую фигню, но ведь они же не виноваты. Но только аутистов-то оправдать можно. А здесь сколько людей было за этим, которые считают себя нормальными? Они все аутисты. Им нужно всем бумажечку получить и снимать для особо одаренных эти фильмы. Хотя они уже это и делают, в принципе. Какая разница? Хуй с ними, с недостатками. Это финальный вид графики или еще будут зарабатывать? Чувак такой. Бля, это что, приоритет какая-то? Это ранний достоин. Ждать доработки. Когда будут? Графика-то доедет. Я не понимаю. Это где-то уже можно посмотреть вот эту готовую или еще ждать, пока ее доработают. Мне уже идти на торенды или нет? Не Голливуд, конечно. Но это уже... Чувак уже смирился. Не Голливуд, конечно. Но прогрессирует же русский кинематограф. Это первый русский фильм про супергероев. Поддержу создателей. И будут кинокартины все лучше и лучше. Даешь конструктивную критику? Ну, давай дадим конструктивную критику. Давай еще немного поговорим. Понимаешь, в чем проблема? Вот всех этих комментариев. Я просмотрел, кстати, на самом деле процентов 70, даже 80 положительные. Проблема в том, что, типа, блин, вот когда люди ожидают от фильма того, что он будет супер-пупер-говном, и потом он как-то чуть-чуть поднимается в банк, то люди сразу такие, вау, вот это да, вот это я понимаю. По сути, здесь ничего не изменилось, просто добавили немного диалогов в этот трейлер, в отличие от тизера. Да какие диалоги? Ты вот послушай эти голоса, но просто люди играют напротив, учились у дерева, по-моему. Я должна собрать команду, да, ты должна. Эти люди. Наша единственная надежда. Как называется моя миссия? Называется моя миссия? Защитница. Защитница! Сука, вот это лицо, когда, как называется, он как будто сейчас, у него как будто он сейчас чихнет и пернет одновременно, он пытается сдержать это. И он такой... Защитница! И все. В следующем году. И чувак с камешками, вот, кстати, посмотри на момент, где камешки крутятся. Девушка, которая играет от этого персонажа, смотрит куда-то наверх. В то время, как ей не сказали, что камешки-то внизу, дура, блядь. Камешки снизу, летают они вверху, куда ты смотришь? Идиотка, они ничего не летают сверху. Ой, господи. Блин, она просто смотрит такая... И медведь, медведь, которому подкрутили графику. Он теперь стал более слюнявым. Он весь такой... Да, они просто добавили, знаешь, что эти блики. Больше бликов. Шейдеры подкрутили. Больше похоже на реальность. Теперь он потный, слюнявый. Просто его можно так называть. Потный, эй, потный, иди сюда. А боссоный медведь, короче, теперь у нас... Теперь у него блестящий нос, и все. Ну вот. Ну вот, я теперь милый. Я ведь такой теперь обояшка. Такие же, как и ты, Лер. Чувак, камешки эти, ну честно я стою. Я еще раз обновлю комментарии, хочу еще почитать, что люди пишут. Ну смотри, как быстро просмотры идут. Уже вон 30 тысяч просмотров. Мне бы так на роликах на моих собирать. Угу. А это злодей, я так понял, да? Вот на 56-й. На 56-й секунде стоит. 56-я, 57-я. Да, наверное, потому что его вроде нигде... Это Бэйн? Это вообще какой-то крэнк человеческий, я не знаю. И он выращивает, видишь, кого-то там, кучу людей. Это и Бэйн, это еще... Это вот это то самое поколение, которое будет смотреть «Защитник». Сарик просто выращивает его. Это сам Сарик. А это ребята, которые... Это еще и Джакс из «Стражей галактики», мне кажется. Он такой, у меня нет аудитории, я ее выращу сам. И все. А «Защитники» должны спасти отечественный кинематограф от этого шлака и от этого будущего. Как он будет ходить на это кино. Да, потом будут «Защитники», потом будут... Причем, что смешно, у этих... У Марвел уже есть «Защитники» их, «Дефендерс». Да, да, да. И поэтому люди такие смотрели, когда ролик, и писали в комментариях по тем. А где медведь? Я не понимаю, а медведь-то где, когда появится медведь? На этот момент прикалывает меня, когда стреляет в этого робота, и он типа такой, я что-то среднее между херней осьминогов из «Матрицы» и «Диким-диким Западом». И такой, и роботами из этого, и «Звездных войн» первого эпизода. Я не знаю, ну, то есть, как бы, вот, 70% ролика ты смотришь и думаешь, что это CGI новой игры, и все, собственно. Ну да, будь это отечественная игра, это было бы неплохо, на самом деле. Да, и вообще не отечественная. Ну, будь это просто CGI игры, я бы, я вообще молчал бы в тряпочку и смотрел бы спокойно. Но это фильм, и ты такой... И ты такой... Местами нормально выглядят, местами от качества CG блевать тянет. Может, я такой один, но затылка классная. Мне понравилось. Это там, где вот снимаются люди, там не тянет блевать, потому что там нет CG. А там, где нет людей, это остальные 70%, вот там тянет блевать. Обратного пути уже нет, когда этот говорит, и царик такой уже такой... Все, я уже потратил деньги. Потратил деньги, что вам не нравится, блядь? Денег нету, я их потратил, обратного пути нет. Все, 6+, идите все, в кино, хватит тут писать мне в комментариях. Не нравится, нравится. Мне похуй, потраченные деньги нету. Все, обратного пути нет. 23 февраля. Такой вот подарочек для всех. 23 февраля будет. Да. Я еще раз посмотрел на медведя, который всех расстреливает. Да, День защитника Отечества. Этот медведь покажет каким... Еще самое смешное, не знаю, просто для меня дополнительно смешно. Как медведь кидает чувака, тот летит в застрявшем анимации этой, в одной поясе. Он стреляет из него пулемета. И так как это 6+, из того вылетает только пыль. Он как бы отбивает его от пыли, как ковер пулеметом. И тот в одной позе, то есть он даже не двигается, ничего с ним не станет. What the fuck? What the fuck вообще? Ну кто это делал? Кто это в трейлер-то додумался засунуть? И потом вот этот пафос, когда они все встают и такая это... Я невидимая тёлка. Ладно, до этого конец этого ролика. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, послушать. То, насколько веселым будет новый фильм от Сарика. Сарик могёт, конечно. Такой трешак снимать, это надо какой-то талант иметь определённый. Не самый полезный, но всё-таки. Слоган фильма, кстати. Отряд советских супергероев. Я не знаю, менялся он или нет, если честно, забыл какой-то был сам. Ну, наверное, и не менялся. Наверное, да. Ещё смешной кадр, где... Ну, значит, каждый кадр разбирать, они все выглядят смешно. Просто он такой... Там, где хлыстом он орудует на минуту 0,7. Он такой... Сучка-на! И такой в бок такой... Сучка-на! И так этим хлыстом куда-то в сторону. Он даже не смотрит, куда хлыстом вьёт. А там кого-то убивает в всё время. Кого-то убило, блядь, какого-то тупого спецназовца, который лез. Он сучкой нахнул его просто. Сучка-нахнул. А он их режет, кстати, и из них молоко льётся. Ну, молоко. Всё, короче. Вот это да. Бля... Молочные солдаты. Из них молоко это... Это этот, как его... Весёлый молочник просто сухая. Когда денег на искусственную кровь не хватает, ты как бы покупаешь молоко. Да, и ты покупаешь молоко, думаешь, а сритель-то нихуя не завидит. 6 плюс! 6 плюс! Надо как-то отрабатывать. Ой, господи. Молочных человеков убивают. Ну, хоть и зефирных. Одна-да. На конец этого ролика. Если вам понравился, не забывайте подписываться на наши каналы. Не один. На канал с вами больше можете подписаться. Вы колитесь, тоже есть канал. Тоже есть канал, да. Каждый день офигеваю. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте палец вверх. И рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда радовал подписчикам. Пока что это всё. Пока. Я обнял, я обнял. Здесь в следующем ролике. Пока. Спонсор.